Здравствуйте! Это программа «Свободное время». Можно купить часы, но не время. Так не будем тратить минуты на слова. И перейдем сразу к делу. И вот, что мы подготовили для вас в сегодняшнем выпуске. Даже работа на режимном объекте может быть творческой. Как это совместить? Расскажет оператор отдела режима надзора СИЗО-3 УФСИН по Тамбовской области Ольга Тужилина. Три женщины, три судьбы. Непростые девяностые в новом спектакле молодежного театра «Полярная болезнь». Каждый человек – немного художник. Ольга Тужилина – прапорщик внутренней службы УФСИН. Несмотря на всю серьезность своей профессии, она не забывает и о творческом хобби – рисовании. Как воплощаются ее творческие идеи, узнаете из нашей рубрики «Мастерская». Я оператор отдела режима надзора. Сижу за камерами, наблюдаю за обстановкой в учреждении. Где-то, наверное, детская мечта – носить форму. То есть у многих девочек это, наверное, первоначально, что форма – это красиво, это что-то вот. Поэтому всегда хотелось. Я выставляла работы в соцсетях, и увидели, что сотрудницы умеют рисовать. Потом у нас началось вот здесь, на стене. Хотелось как-то оформить этот уголочек, и это первая работа в данном учреждении. А так у нас еще в режимной территории нарисованы несколько тем. У нас маяк. Мы разрисовали камеру для мамы и ребенка. Мы сейчас находимся в камере для матери и ребенка. То есть здесь будут находиться осуждены с мамой и детки. Идея возникла – расписать, чтобы немножечко оживить комнату. Первоначально делала набросок. То есть делала набросок мелками со мной обычными по стене. Посмотрела, как это будет смотреться со стороны. И начала расписывать. Конечно, начало это дерево, мелкие детали. То есть животных уже оставляла на потом. А так, да, со стремянкой, с кистями, с красками рисовала. Здесь меня никто не контролировал, и я рисовала то, что я хочу. Поэтому это мне нравится. А когда есть какие-то четкие указания, что нужно нарисовать вот это или вот это, здесь встаешь в ступор, и как-то фантазия отключается. Я люблю спрятать маленькие детали в работе. Здесь можно увидеть в листочках насекомых. То есть гусенечка ползет, маленький муравей бежит. Либо, может быть, это божья коровка спряталась в траве. И здесь их очень-очень много, если присматриваться, чтобы рассматривать именно детали. Поэтому не только вот большие какие-то моменты, но и своеобразные маленькие секретики. Мне всегда нравилось с детства рисовать. Я закончила художественную школу, это с этого пошло. То есть у нас здесь замечательные были педагоги. А потом в декрете, ну, вот как-то это превратилось в хобби. Вспомнила, взяла кисти и начала рисовать. С этого рисунка все и началось. Кораблик. Захотелось нарисовать что-то такое вот в морской теме, в детскую. И вот это вот был Дона, дай попробую, вспомню. Получилось. И вот с него все началось. Есть какая-то идея, вот рождается в голове что-то. Допустим, я бы не рисовала, мы готовились к мастер-классу. Меня просили провести мастер-класс в доме-музее Мичурина. И мы проводили вот такое вот. То есть это была подготовка. Где-то сюжеты и сказок. То есть читаешь, наверное, сказку детям, что-то в голове появляется опять. Ага, там единороги, сказочные существа. Не знаю, как, наверное, все девочки. Это балет, это танцы, это тоже вот, ну, маленькие девочки, балерины. Кто-то вот вышивает, кто-то еще. А это вот мое увлечение такое, что... Видишь какой-то свой мир, где-то, не знаю, идеи возникают из головы. То есть это могут быть птички, могут быть... Осенью хочется там видеть тыковки, такие вот осенние мотивы. Яблоки созрели, а почему не нарисовать? Лежат они на столе, яблоки. Вот они перед тобой лежат. Берешь и рисуешь их. В технике акварель, ну да, она вот более воздушная, она должна быть такая вот полупрозрачная. Ну, у меня вот, получается, она более густая, как гуашь, как действительно акриловые краски. Возможно, это неправильная техника нанесения аквареля, но вот это моя техника, это я так рисую. Берешь обычный альбом и что-то рисуешь. Ужин, например. Долго время уходят на карандаши цветные. То есть эти работы занимают много времени. То есть это долго пытаешься вывести цвет, чтобы поярче, потому что сразу яркости не добиться. Просто мало времени на это увлечение. Хотелось бы больше заниматься творчеством, но вот все равно все ограничивается временем. А когда в основном вот рисуете? По ночам. В основном вечером. Приходя с работы, домашние дела, когда закончатся, и вроде как это уже своеобразный отдых, расслабление. Девяностое. Это один из противоречивых периодов истории нашей страны. Кто-то называет их лихими, кто-то временем больших возможностей. Пьеса Марии Малухиной «Полярная болезнь» не похожа ни на одно литературное произведение. Это все невыдуманные истории реальных людей. И теперь они звучат со сцены Тамбовского молодежного театра. С премьерным спектаклем творческая группа выступила на региональном фестивале-конкурсе «Итоги сезона», посвященной 110-летию образования в Тамбове отделения Союза театральных деятелей. Резину тянуть — это больше затягивать какое-то дело бюрократически, например. А мы не резину тянем. Мы что-то другое делаем. Что, например? Еще три, да, у кого-то. А сейчас сразу так и не скажу. А я вообще на таком слове паразиологизм слышу, мне о вас не то, что на «ты», а отчеством называть хочется. Я как с детства хотел мультики снимать, потом рисовать не научился, пошел в театр. Все. Ну, как-то всегда интересно было придумывать громко сказанные миры и все. Фантазировать. Мой спектакль о необходимости друг друга поддерживать в любые, в особенности в тяжелые времена. Вот об этом в первую очередь. Полярная болезнь, пьеса Марии Малухиной, современного Думатурга. Вот. Очень много идет в театрах России, в Махате в том числе. Вот. Ну, во-первых, она написана хорошо. Это уже само по себе. Здесь же нет такого, что когда пьесу читаешь, что... Вот. Поэтому она меня заинтересовала. Нет. Просто ее читаешь, думаешь, вот, да, ее поставить можно, интересно. А какую-то читаешь, не дочитываешь. Это спектакль о судьбе трех женщин, в первую очередь. О том, как они искали себя, находили дорогу на этот север, пытались там выжить, ради чего они вообще туда поехали. И мне кажется, это интересно будет в первую очередь именно всему женскому населению нашего города, потому что там рассказывается трудная судьба женщины. В некоторых моментах даже сравнивается с богатырем. То есть настолько режиссер придумал интересные творческие такие фишки, можно сказать. То есть каждая женщина, к сожалению, возможно, в нашей стране на своих плечах несет очень тяжкий груз. Это семья, работа, дети. Иногда еще муж, который не всегда принимает положительное участие в жизни и развитии семьи. И она все это вывозит на своих хрупких плечах. Мне кажется, именно об этом, этот спектакль, и актуальность этого, на мой взгляд, никогда не закончится в нашей стране. Народные песни ненцев, да, смотрели, как они двигаются, их какие-то песнопения, обряды, читали об этом, конечно. Дело в том, что по действию пьесы они приезжают торговать на север, в северной точке, и, соответственно, они не знают обычаев этой части нашей родины и ведут себя не совсем культурно по отношению к местным жителям. За это как раз духи севера и принимают решение их наказать и наставить на путь истинный. Когда наш хореограф ставил танцы к этому спектаклю, она сама в свое время, я, наверное, раскрою ее тайну, но она занималась этим, как сказать, челночничесом, да, ездила в свое время, она в некоторых моментах чуть ли не слезу пускала. Но это даже дело не в 90-х и не в этом. Судьба каждой женщины, она может повториться в любое время. Когда зрители посмотрят, это они поймут, что каждая героиня из трех пережила что-то, что сподвигло ее отправиться именно на заработки в такое тяжелое место. И то, что их сподвигло, их личные истории, они не зациклены на 90-х. Они могут произойти всегда и происходят и сейчас. В автобусе какие-то моменты я решил, ну так, здесь сцена все-таки не сильно большая. Ну и плюс просто, чтобы опять же создать вот эту атмосферу замкнутого пространства для них, в котором эти люди вынуждены долго существовать. Сначала чужие группы, потом уже не совсем чужие. Собственно, поэтому и решил сделать автобус. Пьеса написана для камерной сцены. Это же определенный актерский кайф ты получаешь, когда ты видишь тут же рядом с собой отдачу зрителя и чувствуешь их эмоции, чувствуешь каждый вдох, выдох. Когда там что-то происходит, ты слышишь эти вдохи, всхлипы, что-то, что потрясает. И, конечно, тебе хочется самому отдаваться. Ну и сложность заключается в том, что чем ближе зритель, тем точнее и органично должна выглядеть актерская игра. То есть ни капельки фальши нельзя допустить на таком коротком расстоянии от зрителя. Да ладно тебе, малая, ну что ты, пойдем, пойдем! Уйди! Тихо, ты что? Куда лезешь? Ты что? Нет, так нет, сюда ничего. Тихо, послушаем, подожди. Нам это отдохнуть надо. Вот, все. Если что, передумайте, заходите. Мы тут близко. Ну, иди! Время – странная вещь. Оно летит, разлучает, соединяет, торопится, идет, но не останавливается. Ни перед кем и ни перед чем. Вот и наша программа подошла к концу. Встретимся с вами на следующей неделе на канале Новый Век. В свободное от работы время. Новый Век. Оно летит. Новый Век. Всем привет.